Елена Кашева В 2007 году ее приняли в Союз писателей России. О книге Елены Кашевой «Под небом Питера» расскажет ведущий библиотекарь Молодежного библиотечно-информационного центра Татьяна Сапожникова. Меня поразила реакция людей на эту книгу. То есть всем людям, кому я рекомендовала ее читать, я ее не выпускаю уже с рук почти год, и она ходит по всем моим знакомым, по родственникам, по друзьям родственников. Все, кто ее читал, все говорят одну фразу. Почему мы эту книгу не взяли в руки раньше? А в аннотации, которая к этой книге есть, говорится, что это книга о судьбе семьи, в которой растет подросток, который нуждается в помощи, а семья в свою очередь нуждается в психологической помощи. Все стараются найти ответы на вопрос, и не могут за замкнутый круг до тех пор, пока не появляется старая подруга матери Дина. Но на самом деле, перечитав эту книгу не один раз, я вот для себя, например, сделала такой вывод, что эта книга, прежде всего, о любви. О любви человека к другому человеку. О том, как надо выстраивать отношения с людьми так, чтобы стать счастливым. И мне кажется, что любовь, она похожа в этой книге, она похожа на скупое, на солнце питерское небо. То есть сначала она возникает в сердце человека, как какой-то прогалик, потом она начинает заполнять человека, потом она переполняет человека. И она меняет жизнь людей. Из провинциального города приезжает в Питер девушка, поселяется в семье своих друзей. С первых страниц мы не знаем, что эта девушка смертельно больна, и, может быть, вот эта болезнь провоцирует ее на такие благородные чувства, на благородные поступки. Если бы это было все так просто, однозначно. Ведь ее чувства и поступки, они настолько заразительны, что они меняют жизнь всех абсолютно соприкасающихся с ней людей и меняют в лучшую сторону. Так мальчик Севка, он понимает, что смысл его жизни в том, чтобы приносить пользу людям. Даже его отец, который ушел из семьи и затем вернулся, он все равно в итоге понимает, что смысл жизни – это быть нужным именно тем людям, рядом с которым ты живешь. А это твоя семья, пусть она очень маленькая, но именно в ней ты находишь смысл своей жизни. И вот как Севка говорит, что ему становится понятным все, что говорила Дина. Любовь – вот что имеет ценность. Любовь к родным, к друзьям, к тем, кто встречается тебе на пути. Любовь к своему делу, земле, звездному небу, к яблоням, белеющим стволами в июльских ночах. Любить нетрудно. Надо только этого захотеть. Не испугаться и открыться. Понимать, что тебе могут причинить боль, ударить, даже предать, но все равно любить. И не только Дина выступает его учителем, но и настоящий учитель, учительница в школе, преподаватель литературы, достаточно пожилая женщина, Лидия Григорьевна, которая испытала очень много трудностей в детдомовское детство, война, безотцовщина. У нее не было ни детей, ни семьи. И она находит отдушину вот в этом мальчике. И она тоже преподносит ему свой урок. Стремись к тем, кто умнее тебя, к честным и порядочным, к живущим общечеловеческими идеалами. А тех, кто так и не поднял голову к небу, жалей. Жалей, как жалеют коллег и убогих. Жалей не с высоты своего ума, а с сердцем. Сердце еще никогда не обманывай. Все мы мечтаем, чтобы нас окружали люди порядочные, люди умные. Но как часто мы забываем о том, чтобы окружить себя такими людьми, нужно самим таким стать, нужно к этому стремиться. А вот как этого достичь, как себя изменить? Вот об этом и книга Елены Кашевой «Под небом Питера». Она отвечает именно на тот самый вопрос, в чем смысл жизни, как изменить себя, как сделать свою жизнь лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова